Это второе видео по поводу IPO. Сейчас я расскажу детали об IPO компании Озон, которая выходит на IPO. Что такое IPO, я рассказал в предыдущем видео, ссылочку на который вы можете видеть вон там. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. И конкретно рассказываю про IPO компании Озон, которая происходит прямо сейчас, в понедельник, насколько я понимаю, последний день. Я раньше не занимался IPO, но говорят, что на этом людям зарабатывают до 60% часто с одной компании, с одного выпуска. Но бывает 20%, 10%, 15%, там по-разному, а бывает, что и не очень. Поэтому здесь надо разбираться. Итак, пытаемся разобраться. Смотрите, Озон Холдинг Лимитед. Как я уже рассказал, что компания выходит на IPO, размещение акций для привлечения средств на финансирование своего развития. Планируется, что акции будут торговаться на московской бирже и на NASDAQ. Так, брокеры уже, которые зарегистрированы на московской бирже, уже непосредственно собирают заявки от своих клиентов на участие в IPO. Поэтому вот сейчас они пишут о компании, кто является крупнейшими акционерами. Сейчас это АФК-система и фонд Беринг Восток. Ну, там есть вот, то есть полностью расписывается сейчас, кто сейчас структура акционеров. Дальше идет структура продаж компании Озон. Дальше идет проникновение e-commerce по странам, то есть перспективы данного вида деятельности. Ну, все знают, что есть компания Алиэкспресс, все знают, что есть компания Амазон в Америке. Вот давайте посмотрим на компанию Амазон. Вот сейчас вы видите индекс S&P 500. Вот она, компания Амазон. Вы видите, это одна из крупнейших компаний, которые входят, вообще говоря, на биржи Нью-Йорка. Амазон. Вот смотрите, крупнее только Microsoft, Apple. Ну и все. Третья компания – это Амазон, четвертая – Google и Facebook. Ну, здесь бизнес-компания описывается. Дальше мультипликаторы описываются. Кто является андеррайтерами данной компании, кто готовит IPO? Совместные глобальные координаторы и совместные бук-ранеры. Morgan Stanley & Company, Goldman Sachs & Company, Citigroup Global Markets, UBS Securities – это швейцарский банк, Сбербанк, Сиб, United Kingdom – это отделение Сбербанка, насколько я понимаю, в Англии. И WTB Capital, PLC – это WTB Capital. Вот такие организаторы. То есть, все достаточно серьезно. И после того, как компания будет зарегистрирована на бирже, на московской бирже, она будет доступна в виде АДР. Я позвонил своему менеджеру и выяснил, как происходит вообще все вот это. При подаче заявки, для подачи заявки, что нужно сделать? Смотрите. Underwriter определяет ориентировочную рыночную стоимость всей компании. С одной стороны. С другой стороны, на размещение предполагается выпустить 30 миллионов акций. Если вот эту оценку рыночную, оценку аудиторскую компании поделить на 30 миллионов, то получается, что стоимость акции будет в диапазоне от 22,5 до 27 долларов за одну акцию. Да, и как это будет происходить? То есть, вы звоните своему брокеру и говорите, я хочу поучаствовать в IPO. Он у вас спросит, какое количество акций и по какой цене вы хотите купить, ну это для участия в аукционе. Ну а сейчас, как бы, как происходит аукцион. Дело в том, что, смотрите, вы можете назвать любую цену от 22,5 до 27 долларов для участия в аукционе. При этом брокер создаст заявку вашу по указанной вами цене, что вы хотите купить вот такое-то количество акций по такой цене. И эта заявка будет выставлена на так называемый ОТС. Вы можете ее увидеть, сможете увидеть в квике. Заявка может быть по любой цене. Вы можете выставить заявку по минимальной цене. Вы можете выставить заявку по максимальной цене. А вот цена, которая будет в результате, это будет единая цена аукциона. Как она определяется? Вот здесь самое интересное. Смотрите, если вы выставили заявку по 22,5, то есть вот та заявка, которую вы ставите цену, она не факт, что будет. Дело в том, что цена будет для всех одна, цена аукциона, как она определяется. Смотрите, к размещению предлагается 30 миллионов акций. И скажем, если... Давайте рассмотрим несколько вариантов. Например, 30 миллионов акций хотят купить по минимальной цене акционеры. И есть, скажем, это вот по 22,5 доллара за акцию. 30 миллионов акций хотят кто-то купить. Поступили заявки такие. На 30 миллионов акций по минимальной цене. При этом еще, скажем, миллион акций хотят купить по 25 долларов. И еще 500 тысяч акций кто-то хочет купить по 27 долларов. Итак, смотрите, 27 долларов это 500 тысяч акций, 25 долларов это миллион акций. И еще 30 миллионов акций есть заявки на покупку по 22,5, то есть по минимальной цене. По какой цене будут размещены эти акции? По цене 22,5 доллара. То есть по минимальной цене все получат. Но те, кто сказал максимальная цена, они получат эти акции наверняка. То есть они говорят, мы готовы купить по цене 27 долларов, а получат по 22,5. Те, кто готов купить по 25 долларов, они получат по 22,5. А среди тех, кто хотел купить по 22,5, значит остается уже на 1,5 миллиона акций меньше. То есть те, кто пришел последним, останутся без акций. Понимаете, да? Теперь второй вариант, смотрите. Скажем, поступили заявки на 30 миллионов акций по минимальной цене 22,5 доллара за акцию. И поступило еще 25 миллионов заявок на 25 миллионов акций по цене 25 долларов за штуку. И поступило еще, скажем, 5 миллионов акций, кто-то хочет купить, но по максимальной цене. Какая будет цена? Смотрите, 5 миллионов максимальная цена, 25 миллионов средняя цена, 5 плюс 25 получается 30 миллионов. Все, весь выпуск размещен по цене 25 долларов за акцию, а те, кто хочет по минимальной цене, остаются с носом абсолютно все. Вот, потому что цена определена выше. Ну, это очень-очень грубо на самом деле, потому что андеррайтер имеет право на, как бы, если не хватает чуть-чуть, например, да, то есть, смотрите, вот, скажем, вроде бы цена будет 25 миллионов и, ну, вернее, 25 долларов за акцию, и там чуть-чуть еще, ну, по цене ниже, которые по минимальной цене вроде бы должны быть распределены акции. Но андеррайтер имеет преимущественное право на покупку акции. Он может сказать, что, а я выставляю заявку, и она у него будет вне очереди, потому что он имеет право первой ночи, грубо говоря. Он говорит, а я хочу купить по 22,5 остальные. И тогда он получит все остальное по цене 22,5. Те, кто по минимальной цене хотел, остаются с носом. А андеррайтер может тут же продать после открытия торгов свои акции, потому что они, скорее всего, будут выше в цене. Вот, как бы, такой нюанс надо учитывать. Поэтому, если вы считаете, что акции, так сказать, как бы на компанию будут собраны все средства, то есть, все 30 миллионов акций распределены, и вы хотите точно получить что-то от этого пирога, то надо ставить максимальную цену, а не минимальную. И тогда вы получите ту цену, которая получится, то есть, вы получите акции наверняка. А если вы поставите, скажем, минимальную цену, то вы, скорее всего, не получите акции, потому что, ну, потому что вот будет такая процедура, как я только что рассказал. Что по поводу озона? Бывает и так, бывает и так, понимаете? Как бы, если посмотрим, то здесь среди данных есть, ну, там, выручка. Выручка очень-очень сильно растет у компании, очень сильно у компании озона. То есть, компания очень сильно расширяется, но при этом чистая прибыль у нее пока отрицательна. То есть, компания убыточная. То есть, на расширение деятельности компания тратит денег больше, чем зарабатывает. То есть, поэтому она инвестирует, поэтому бизнес очень здорово расширяется, и поэтому компания нуждается в дополнительных деньгах, поэтому она выходит на IPO. Дивидендов тоже, значит, да мы молока не видали пока, что называется. То есть, и не исключено, что в ближайшее время дивидендов не будет и прибыли не будет, потому что компания будет стремиться расширить свою географию значительно. Ну, прежде всего по России, странам СНГ, и я думаю, что будет выходить, если она уже на NASDAQ, то в Европу и во весь мир вообще говоря. То есть, во всем мире пытаться работать во всем мире. То есть, что логично вполне. Поэтому, значит, надо думать, получится у нее это или нет. Здесь вот есть в меморандуме риски, которые существуют, потому что есть конкурирующие компании, где-то я видел в одной из презентаций, есть конкурирующие компании, которые уже работают на этом рынке, и никто не гарантирует, что они будут рады новому игроку. Какие эти компании? Ну, вы знаете, Amazon, вот в Бразилии есть компания Mercado Libre, B2W есть компания, Allegra есть. Ну, вот в сегменте e-commerce уже есть, ну, AliExpress тоже все знают. То есть, они не обрадуются новому конкуренту. Конечно, они будут стремиться потеснить, а Озон будет стремиться дать лучшие все-таки условия для своих клиентов. Комиссия. Комиссия на отдельной торговой сессии. Брокер назначает каждый сам. И у открытия, в общем-то, ну, одна из самых низких комиссий, насколько я понимаю, это 0,35% от суммы сделки, но не меньше, чем 59 долларов, к сожалению. Для того, чтобы комиссия была 0,35% от суммы сделки, нужно, чтобы сделка была на сумму 16 857 долларов. Я это посчитал. Скажем так, у других компаний 5-6% от суммы сделки. То есть, 5-6% открытие выгоднее становится при сумме, там, ну, примерно от 1200 долларов за всю сделку. То есть, смотрите, вы берете, на 1200 долларов покупаете эту акцию, это уже небольшая сумма, там, на 2-3 тысячи, ну, лучше на 10 тысяч, чтобы уж наверняка тогда точно будет выгоднее, чем у кого бы то ни была такая сделка. И ставите цену максимальную. Это не значит, что вы получите акции по максимальной цене. Это значит, что вы получите акции по цене не более, чем вот это, но вы ее получите наверняка. Вот что это значит. Ну, а если вы хотите по минимальной цене, то вы, в общем-то, ничем не рискуете, потому что, скорее всего, вы этих акций не получите. Вот такое дело. Но что еще могу сказать, что я вот тут почитал последнюю информацию, что кажется, что, в общем-то, заявки на участие в IPO, в общем-то, достаточно уже собраны на 30 миллионов. То есть, поэтому минимальная цена перспектив вообще не имеет. Поэтому надо ставить цену, ну, скажем, где-то вот посередине, ну, хотя бы 25 долларов. Вот такие пироги. Так это происходит. Теперь я это выяснил, как происходит закрытие аукциона. Ну, да, и эти акции будут в свободной продаже сразу уже после завершения IPO. То есть, с начала торгов все, то есть, нету вот этого периода лог-офф. Далее, значит, кто имеет право? Имеют право все. То есть, кто-то говорит, что раз акции торгуются на NASDAQ, то требуется статус квалифицированного инвестора. Я узнавал у своего менеджера от открытия брокера, он сказал, что нет ничего подобного. Статус квалифицированного инвестора не требуется, хотя акции торгуются на NASDAQ, но так как они торгуются через ADR, на московской бирже планируется торговаться, то статус квалифицированного инвестора не требуется. Но помните про комиссию, которую вы тоже должны закладывать вот в эти акции, если вы хотите продать их сразу уже после начала торгов, а после начала торгов они могут скакнуть. Ну, а сейчас в завершение я хочу показать результаты компании, которая недавно, недавно прошла IPO на московской бирже. Это компания Mail.ru Group. Она прошла, и вот посмотрите, что произошло в первый же день торгов. Она недавно зарегистрировалась, поэтому посмотрите, что произошло. В первый день торгов акции торговались от 1666, так, сейчас low минимум 1610, high 1792. Вот посмотрите, вот в таком диапазоне они торговались в первый день после того, как они вышли с IPO, начало открытых торгов, и акции пошли расти. Они выросли до 2400. Чего? 2400 рублей, я думаю. Так, да, сопряженная валюта Сур, валюта USD, то есть она торгуется, ну, в принципе, она торгуется на NASDAQ, насколько я понимаю, но в виде GDR, поэтому у нас она торгуется в рублях. Депозитарная расписка, в виде депозитарной расписки. Вот у меня есть одна акция компании Mail.ru Group. Вот я ее купил где-то здесь, уже после IPO. Почему я изинтересовался IPO? Вот, и с момента IPO, давайте посмотрим, что произошло с момента IPO. Примерно, вот примерно она, вот устаканилась цена. 23, ну, 24%. На 24% цена выросла с начала торгов, то есть со 2 июля 2020 года. 24% Mail.ru Group. Что будет с озоном, неизвестно. Конечно, максимум здесь был, давайте посмотрим, какой максимум был, до какого предела она выросла. Вот до какого предела она вырастала. Было 31% максимум можно было заработать. Ну, вот, да, причем это первое, так сказать, начало торгов. То есть, скорее всего, это было вот здесь. По подписке 1628. 1628, ну, 33% можно было заработать за буквально полтора месяца. Очень хорошее дело. Ну, а для того, чтобы участвовать в IPO, последний день сбора заявок, насколько я понимаю, в понедельник, то есть завтра 20, вернее, в понедельник 23 ноября, ближайший торговый день, вы еще рискуете успеть, но для этого надо поторопиться. На сегодня все. Лайк, подписка. С вами был Демитков Юрий. До встречи.